Приветствую! Ты зашёл на это видео и до сих пор не уверен в его пользе? Что ж, за эти буквальные пару минут ты узнаешь, как превратиться из реального бомжа в настоящего стильного мужика. Так что даже не думай переключаться. Как ты знаешь, на ютубе есть куча видосов про средства для волос. Но всё это мусор. Нет-нет, не потому что я завидую чужим просмотрам. А потому как в своём видео я покажу, как работает каждый мужской стайлинг на конкретном примере. И в конце я выскажу своё экспертное мнение. Какая же косметика оптимальна для мужчины? Короче, let's go! Как ты понимаешь, различные бодяги для волос к 22 году стало невообразимо много. И начнём мы с укладочных паст. Это очень лёгкий продукт, который не способен сильно зафиксировать прическу, однако прекрасно подходит в виде престайлинга. Представим, что у тебя достаточно тонкие и безжизненные волосы. Так вот, наносишь немного такого средства на влажные волосы, высушиваешь и видишь уже совсем другой результат. Лёгкий фикс, хороший объём и недорогая цена. Казалось бы, что ещё нужно от хорошего стайлинга? Ну, мы-то, конечно, знаем ответ. Это фиксация. Все же мы хотим, чтобы волосы стояли целый день и никогда не падали. Тогда забудь про пасты. Твой вариант. Помада для волос. На протяжении долгих лет этот продукт создавали на основе свиного жира. И хоть в наши годы его состав чуть изменился, большей фиксацией, чем помады, не обладает ни одно из укладочных средств по сей день. Если ты хочешь выглядеть как старина Элвис или пресловутый Дон Мафии, этот маленький монстр для тебя. Если думаешь, какую помадку для волос выбрать, обрати внимание на Рюзл. Они до сих пор одни из лучших на рынке. И логотип у них очень говорящий. Кстати, ты можешь совместить его с соляным спреем. И тогда, скорее всего, это будет твоя последняя укладка. Ибо волосы встанут так, что ты их банально больше в своей жизни не расчешешь. И в этом главный минус помад на масляной основе. Этот жир просто невозможно смыть, не брейсь при этом на лосо. Слава технологиям 21 века. Ведь у нас появились помады на водяной основе. Которые, как несложно догадаться, смываются с помощью обыкновенного шампуня. И что самое главное, обладают всеми свойствами своего предшественника. Так что закупай помаду и начинай мутить любые классические прически. В последние годы стали появляться еще и помады с матирующим эффектом. Так что ты можешь выглядеть и как настоящий мужик. А не как вот эти вот все блестящие. Короче, пацаны с района оценят. Бонжур, ёбан. Но есть же люди, которые не любят классику, а хотят, допустим, вот такую прическу. Что ж, и для таких ребяток найдется варик. Этот самый варик – глина. Если ты позволишь себе потратить полторы тысячи на глину, а именно столько стоит адекватный вариант, ты сделал правильный выбор. Потому что глина – это универсальное средство для любой прически. Хочешь классический пумп? Пожалуйста. Или более молодежную прическу квиф? Да легко. Кроме того, хорошая глина для волос включает свой состав калин или бентонит. А также множество веществ, полезных для волос и кожи головы. Еще глина делает волосы суши, а значит подойдет для ребят с жирными волосами. Хотя, че тут греха тоить? Глина хороша на всех типах волос. Только что в руках я держал две глины. Одну из которых очень проблематично сейчас достать в России. И вторая – наша отечественная. Ребята из Боистойцы сделали прекрасную глину для волос. Поэтому, если ищешь для себя подходящий вариант, ссылки на все используемые мною продукты есть в описании. Кстати, вот примерно половина коллекции от всех моих средств для волос. И после этого ты говоришь, что я не профессионал. Хотя, про некоторые, честно признаться, я забываю и не использую годами. Так-так, что у нас осталось еще из косметоса? Конечно же, гели. Первое, что я рекомендую при использовании геля для волос – это смыть его в унитаз. И дело даже не в том, что я в руках держу дешманский тафт. Дело в том, что гель действительно мало кому подойдет. Да, конечно, на ребятах с юга, с кучерявыми и густыми волосами, гель смотрится прекрасно. Он уберет и лишний объем, и волосы сделает чуть прямее. Но, будем честны, у нас, европейцев, волосы совсем не такие. Они, как правило, очень прямые, тонкие и редкие. А значит, если на них мазать еще и геля, будет совсем не стильно. Кроме того, после нанесения геля волосы высыхают и превращаются в корку. Согласись, в 22-м году это совсем не круто. Особенно учитывая тот факт, что у нас есть уже помады, которые как раз обладают исключительно пластичной фиксацией. В общем, решать только тебе. А теперь, дружище, ты бы поверил, если бы я сказал, что существует стайлинг, который объединяет в себе свойства мусса, сухого шампуня и спрея? Надеюсь, ты сказал да, потому что я говорю о пудре. И объем, который она способна придать при правильном нанесении, просто бомба. Для всех тонких волос рекомендуется с нулевой секунды. Но, несмотря на весь этот крутой объем, общую фиксацию прически она не очень-то дает. Поэтому лучше всего комбинировать пудру вместе с той же глиной. И тогда будет зашибенно. То есть, ты буквально сможешь сшибать свои прически окружающих людей. Ну, а сама по себе она, в принципе, неплоха. Можешь использовать ее по утрам на волосы, но ни в коем случае не нюхай. Ну, а теперь, друзья, как я и обещал, пора подвести итог. Какое из средств будет лучше всего для тебя? Мой ответ, купи два продукта для волос. Потому что одним объективно обойтись сложно. А вот если в твоем арсенале окажется помада для волос и глина, у тебя будет буквально возможность комбинировать и создавать абсолютно любые прически. Ну и, конечно, ни в коем случае не экономь на своих волосах. Потому что ты можешь потратить 300 рублей, но ты потратишь их впустую. Потому что ты купишь не средства для волос, а кусочек, сам понимаешь чего. И не получишь ни красоты, ни здоровой кожи головы. Ну, а если у тебя остались дополнительные вопросы, добро пожаловать в комментарии. Благодарю за просмотр, ставь лайк, подписывайся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok